Всем привет, с вами Страйк. Сегодня берем интервью у товарища Адрена. Сразу же по горячим следам после матча против команды Фнатик. Поделись впечатлениями, что пошло не так, что было наоборот в вашу пользу. Ну, короче, делись впечатлений. Всем привет. Изначально хочу сразу извиниться за нашу игру, что мы так очень плохо отыграли. На самом деле это было не наша игра. Мы играли на наши 30 процентов, которые мы можем играть. Просто изначально с начала турнира у нас все пошло как-то не по маслу. Ну, может быть, мы взяли первые пять раундов на дасте, а потом пошло все по наклонной, потому что мы перемудрили и слишком сильно построились под соперник. После даст 2 мы вышли просто в шоке. Ну то, что в шоке. Понимая, что мы слили нашу игру, играя не нашей игрой. Ну да, в первую очередь даст 2 это же был выбор ваш, а карта мираж это был выбор ваших соперников, то есть команды Фнатик. И можно сказать, вы обменялись любезностями, когда вы играли, отдали им свою карту, ну и после этого уже взяли их. Да, совершенно верно. После этого мы просто обсудили, сказали, давайте играть нашу игру и стараться концентрироваться именно на нашей игре, не подстраивать под соперника. И на мираже мы играли довольно хорошо, я считаю, что были, конечно, пару раундов, когда мы отдавались свои же раунды, но это ничего не поменяло, мы выиграли мираж. Кэш после неудачного выступления на EMS для нас это было испытание номер два. Мы понимали, что мы должны за диффинс брать очень много и взяли пять всего. Да, это был полный провал. Вот я, честно, тоже не ожидал, что вот пяти раундов вам хватит, чтобы одержать победу на третьей карте. То есть мы уже, не знаю, с Игорем, наверное, даже расстроились, когда 10-5 закончилось, первая сторона и только пистолетный раунд должен был вас спасти. Так и есть. Мы сами были в шоке, когда мы проиграли 10-5. Но мы знали, что у нас есть три заготовленных раунда на кэше, которые мы можем отыгрывать на уверенности. Поэтому мы взяли очень легко первый девайс на раунды, после чего команда Фнаде, что надо дать ей должное, она хорошо подстроилась под нашу игру. И дальше уже мы начали действовать скилла и нам это помогло. Конечно, последний раунд это был эпичный, когда мы действовали не очень уверенно, но это все сказывается на том, что нас очень быстро торопили. во время третьей карты, что сейчас начинается дота среди задержек. Поэтому мы немножко торопились тоже сами. Ну да, я тут с тобой полностью соглашусь. В ваших действиях было замечено вот такое какое-то волнение, потому что упавший сервер, который мы долго не могли поднять, и так до этого задержка уже была в два часа, и еще вот как раз дотеры нагнетали просто обстановку, то что давайте, давайте, давайте. В итоге уже почти было принято решение, что карту вы доиграете чуть-чуть позже, после первого матча Na'Vi против Empire. Ну и в итоге все-таки все решилось в последний момент, и вы были готовы играть. По поводу трех или четырех матч-поинтов, которые у вас были, когда, казалось бы, уже победа вот она, вы взяли 15 раундов, и надо было взять еще один. Но, к сожалению, тоже вот эти раунды вам дались очень тяжело, и все свелось к последнему решающему 30-му раунду. Все, что могу сказать по этим последним матч-поинтам, так это то, что мы начали совершать ошибки глупые, которые допускаются, не знаю, там, игроками, не в обиду, конечно, но которые совершаются в Аматорке, на самом деле. Выходить с Маки – это смерть. Мы выходили два-три раза с Маки и просто убирали. Можно сказать, уже, наверное, торопились, чувствовали, что победа вот-вот, и ее надо просто дожать. Но, как видим, фнатики тоже подсобрались под конец игры. Ну и последний раунд. У вас практически, ну, полноценным баем это тяжело назвать. И капитан принял такое вот экстраординарное решение. Как ты можешь его прокомментировать? Он купил муху, и с этой мухой, в принципе, можно сказать, решил исход этой встречи. Честно скажу, я понял, что у него муха только тогда, когда он убил. Я даже не подозревал, что у него в руках муха-убой, что он даже убьет. Но он убил, и нам это как-то дало немножко уверенности в этом раунде. И было правильно принято решение нами выйти на А-локацию, потому что, в принципе, пятером выходить на двоих или троих – это намного легче, чем выходить на закрытый Б, где тебе могут просто со всех сторон поджать. Поэтому я думаю, что, конечно, достался нам очень тяжело этот раунд, но мы справились. Молодцы, поздравляю с победой. Ну и теперь, кого бы вам хотелось увидеть в финале винеров? Кто удобнее, Нипы или Вэри Геймс? Ну, на самом деле, вопрос риторический – кто удобнее? Как могут быть вот эти две команды удобнее? Одни, ну, наверное, сейчас неоднозначные, топ-1 – это Нипы. Вэри Геймс наступает им на пятки, но именно в очном противостоянии проигрывают Нипам. Как тебе лучше, вот лично тебе, кого бы ты хотел увидеть в сопернике в финале винеров? Я бы хотел увидеть Нип. Если выиграть, так… То есть, если наказывать, то шведов, да? Ну, в принципе, правильный подход. Если обыгрывать и выигрывать такой турнир, как седьмой сезон Star Series, надо обыгрывать самых сильных и быть готовым к ним. Ну что ж, желаю удачи вам и ждем от вас больших побед. Спасибо. Еще раз извиняюсь за нашу игру. Болейте. Спасибо, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!